Вячеслав Боков показывает спатифилум, или как называют в народе, женское счастье. Цветку приписывают чудодейственную энергетику, которую он дарит дамам. Растения пользуются популярностью, особенно 8 марта. В этом тепличном хозяйстве выращивают также душистые розы, орхидеи. Здесь полным ходом идет подготовка к наплыву мужчин. Эксперт говорит, в последнее время сильная половина человечества предпочитает вместо традиционных букетов преподносить многолетние зеленые подарки. Этих стеллажей не было, здесь были грядки, здесь выращивали кавы, розы, тюльпаны. Потом от этого постепенно ушли и начали заниматься комнатными растениями. Тенденция больше к тому, чтобы покупать растения в горшах. Подарил своей любимой, и потом она будет ухаживать, растения будут расти. Вячеслав, как профессиональный садовник, знает точно, женское сердце тает от любого цветка. Для этого совсем не обязательно собирать в лесу редкие подснежники. Достаточно удивить вторую половину небольшим жасмином. Люди смотрят, чем пахнет. А вот всего один такой цветочек, но запах на всю теплицу. Это жасмин. А женщинам-то дарить цветы надо, потому что вот женщине подарите цветок. Он потом завянет через некоторое время, и она про это забудет. Но она всю жизнь будет помнить неподаренные цветы. То, что вы ей не подарили. Это навсегда. Для челябинцев любимыми остаются также уральские розы и тюльпаны. Благодаря своеобразному суровому климату в регионе такие цветки вырастают с крепким характером. Поэтому стоят в воде достаточно долго. Флористы закупают их крупными партиями. В рейтинге самых излюбленных остаются букеты с шипами. В основном розы. Мужчины любят розы. Розы. Люблю алые розы. Я очень необделенная цветами. Меня сын очень-очень. Жене берет и мне берет. Мария спешит в цветочный магазин на работу. Здесь настоящий аншлаг. Пока не взлетели цены на красивые букеты, покупатели запасаются ими впрок. Роза в Челябинске стоит от 80 до 150 рублей. Международный женский день стоимость цветов поднимется. Женщина делится рецептом, как дольше сберечь подаренный букет. При этом развенчивает миф об эффективности сахара и аспирина в ВАЗе. Я вам честно скажу, это миф. Это миф. Даже порошки наши ребята не покупают, их не берут, потому что это миф. Надо холод, надо, чтобы прохлада была. Конечно, когда жара и духота, они быстро погибают. Но вообще в основном надо брать в пленочки. До самого женского праздника остаются считанные дни. Дарить любимый миллион алых роз или кактус в горшочке – выбор за мужчинами. Ясно одно – цветоводы в Челябинске уже переходят на круглосуточный режим, чтобы каждой леди достался свой цветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова